всем привет с вами сергей дфс сегодняшний вечером портал дженерал дефизы х.ру портал sk2tv.ru и мы сегодня с вами смотрим события которые мы ждали течение месяца это финал cxc nk по между сайзом издание и режим из нидерландов сегодня мы делаем с вами перестрим такие у нас условия сейчас подождите я гляну как у нас как у нас видео так и у нас начинается первая игра мы делаем на перестрим сезона поэтому качество у нас немного худшее чем обычно и пошел первый матч у нас сайс против рейджа карта турнамент десерт и инфантри попадается сайзом напомню вам что сайс двукратный чемпион мира на сегодняшний день и каких-либо предпосылок отдавать это звание у него нет обыграл он предыдущих стадиях турнира всех достаточно без шансов но рейдж это один тоже сильнейших игроков мира насколько помню он сайзу проиграл мировой серии феврале этого года последним мировой серии до 2012 называлась и наверно один из главных претендентов так слушаем сезона с вами у него голубая будем слушать забавный голос если вы не против так а я постараюсь пока мы смотрим получить какую-то обратную связь пишите в чате джейнелс дефисы ха точка ру либо всякие ска 2 тв я буду сказать вас так выпускает у нас 1 пост рейдж конечно ему играют они зеркало чину на чину между инфантри на инфантри так как же нам здесь пускай так вот сделали чему-то у нас притормаживает стрим и оба пытаются первыми вот поставим выход через центр и смотри какой замес эх да пишут в чате что зона что немного проспал рейдж заснул как говорится надо так и получилось можно было вам поэффективнее на контроле своего поста но в принципе там вот тут вровень практически меняется вот как пустой бункер или же там кто все таки сидит по моему туда никто не мог убежать поэтому поставлен все чтобы увидеть в определенном что это едет может быть невнимательный юнит расчет он проедет прямо не заметит бункеры и взорвется на минах вы смотрите у сайта сжимают барак такие мы воины вот постов сами видим готов он же field но тут лично не знаю насколько лиц имеет смысл делать наверное это будет для ликвидировали прорыв сайза есть какой юница такую атакующий уже есть у нас бтр только у нас мини гайнеров ну все правильно увидел сайл что там есть field необходим против мигов потому что отсутствие гатлингенов танков инфантре миги начинают страшную роль играть залет лишает очень большого количества армии сэрис сэрис стиль драйвы граут экили да без дозера я думаю здесь все очень уже грустновато будет у рейджи потому что нет командного центра игра которая войдет стадию накопленных повышений без командного поджигалка защищаются против такого налома главное устоять где понять все не могу как под это все время проезжает сайза никак как будто по комнату вы ездит ездит до войнах инфантре на инфантре в отсутствие мигов решают в таком замесе количестве мини ганеров конечно один ракетчик который высаживают вражеские посты и потом просто у кого больше мини ганеров а дозерта сайты у сайта есть и конечно он сейчас не отдаст уже никак эту игру хотя он случайно можно потерять даже не представляю как это бы должно выглядеть с таки и форекс из-за заработок суть с пустой ночи от скидки ария петя вас 3 3 3 3 3 да позже проживает завод сгорел и рейджу принципе настало время уже подумывать сдачи это 10 пользу сайза напоминаю что играют они был 7 всякий случай гляну так у нас небольшой перерывчик перед следующим матчем небольшие у нас лаги из-за того что мы делаем мир стрим к сезона в принципе кому интерес самое универсальное наверное выгода может быть включить стрим к сезона она будет лучше качеством допустим слушать звук нашего стрима будет вообще самое отличное но не спида женик мая я обрус я не знаю вот это я 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 так желаю друг другу удачи у нас игроки у нас начинается на стенд серпент вот эта карта у нас ванильная мигла достается рейджу и стелс достается сайзу что они играют рэндом на рэндом и показывает нам сезон вышки на этой карте который достаточно очень много которые наверняка будут игроки бороться сопла и показал вам всем стефан ds в чате зона замечает что это любимая карта игроков в оригинальные генералы ccg players что они предпочитают выбирать эту карту интересный факт сам не знал такие предпочтения сколько даже помню там вдруг не все карты были первых генералов ох и первый ракетчик заходит в домик у сайза большое преимущество плане что можно беспрепятственно захватывать мушку о трактор подорван с подрывниками вот это да это было хорошо очень тоже важная точка здесь речь закрепляется очень важная потому что проход через узкий мостик базы сайза на острове на котором аж два сопла и находится здесь закрепиться практически разнозначно всей другой половине карты игрокам взял вышки у нас в центре одну тайс штурм пошел этого центра но сейчас уже наверно не любите кошки не имеют потому что уже взята деньги в кармане а вот речь не взял еще ни одной ушки в октябре речи мотам в еще неделе конча Да, и что совсем Рэйдж никакого расчета не делает на взятие вышек, они простаивают на его стороне, даже самая близкая к нему стоит свободный. Нужно сосредоточить на то, чтобы занять остров, который вот в углу, о котором мы с вами говорили. Но Сайз не дал закрепиться на том острове все-таки. Рэйджи, вот у него тут живут, ракетчики в доме, трактор приехал, на рапорт где его достроилось. Нет, на другой стороне сейчас у Рэйджи два сопли уже добывает. Сайз сидит, сопли плюс, хотя у него две вышки. Три, три вышки, третий взял, не обратил на внимание. Сайз сейчас в плюсе. Да, неудобно сражаться рыжим под домиком. Ааа, домик. Ракетчики в доме ищут. Мало того, что квадов отогнали, так еще и норку сейчас заберут. Просто на халяву. Вот это да. Ну и все, и падается Плай. У Рэйджи. Надежда единственная его на завтра. Короче, и вышку захватывает прямо у Рэйджи под носом. Да, вообще все. Ну, хотя вот последняя атака, контратака Надежды сейчас на главной базе. Сизун, давай покажи нам. Вот показывает он. Три квада, нет. Три квада это, наверное, не очень серьезно. Хотя, ну, нет, мне кажется, дотекание сейчас должно сбититься. Дворец уже есть, да. В дворе достаточно ракетчиков засадить, но норка убита. Да, единственная на базе, вот туда, с одной норкой на главной базе играл. Сиз. Неужели Мэйн, да да, это вот туда. Отменил одну норку, не достроившуюся экстренно. Ну, сайза вышек-то сколько? Раз, два, три, четыре вышки. Это полтора соплайя, наверное, отчасти. Ха-ха. Закимпедился один кварт. За дворцом. Представляете, один на один выиграл. Открыл свой квад. Выиграл у ванильного квада. Один на один сражение. Да, может быть, норка чуть-чуть стрельнула. Ну, смотрите, да и троечка. А, это сотни его. Шакать отчаянно. И дворец, дворец сели пацаны. Малорики вообще. Ну, все, что, то есть, продвижение остановлено. Тут Мэйн зачищен, как таковое, туда больше атаковать нечего. Не думаю, что Рэйч даже в его ситуации полезет на дворец с какой-то целью. Ну, да, есть у него хорошая группировка 3 квада. Чувствует он, что нет до сих пор завода. Мы, конечно, не видим, но большая вероятность, что завода нет на самом деле. Да, в чатике уже пишут сезона, что это 2.0 в пользу сайта. Что Рэйч уже не вытащит четыре вышки. Плюс сейчас два сопла. Один, я вижу, уже добывает сайта на острое. Метка, где она начинала жить Рэйч. А второй, наверное, будет сейчас поставлен. Сайта должен съесть Рэйджа сейчас. Все в чате. Уши Ярмин Килл работают у сайта. Вот так вот, где-то в дворе Ант. Дворец там он стоит на главной базе, защищенный. Так, есть пожелание в чате вырубить? звук в плеере на самом деле голос из зона очень такой увлекательный ну трех он надо я все-таки краем ух это послушаю о чем он говорит хочу водить какую-нибудь теорию вам раздать его да здесь наверно пожалуй же рейтинг сопротивляется он конечно на вышку на обратно забрал захватывает рыбалка вот мог сейчас будет замес возвращается домой рейдж то что норку отменили как эти штучки забыл называется с ракетами баги буги-вуги все идут пешком из-за этого телепорт отменился давайте нам уже за мест напишите пожалуйста кто смотрит стрим сезона только у меня подтормаживает его стрим или кого-то еще что мне не хотелось думать что подводит сегодня меня интернет да все это убивает тоже сайт здесь бак оказалось только прямо много рейдж конечно поддевал большую часть этих бак но главной базы лишился виктори поинт пишет range до гиги так часть мы поставим счётик чтобы было понятным так счётик у нас есть вот так отлично читаем мы с вами чатик что тут нам кто написал димаса в банде привет к сезону нас позаботился пинт напоминает нам счет сайт против рейджа барин бэдлэнс у нас выбор отлично карта тоже отлично извиняется к сезону что он нуб в принципе его заочно обращаем забыл выбрать сервера при старте аир на танк вот так вот там классический матча доставался отлично не могу и не хочу вы до конца понять все таки на каком языке говорит у нас сезон комментирует туры на немецком то ли на английском да пишут димас спасибо и санман обратную связь что у вас такие эффекты я уверен что все зависит от меня и сделал и по крайней мере все этот финальный матч смотрели с подобными спецэффектами ладно вы меня немного успокоили спасибо вам фас так же центр нам показывает рейдж будет нас все деньги практически я потратил рейдж вы ради пропаган фас стратегического центра даже нету даже денег изначально на что-то больше кроме трех ракетчиков ставка на то что он пока строится стратегический центр деньги подкопятся на хамми потому что ракетчика досядут и когда готова уже дальность жизнь полностью готовый хамми но главное не отдать его иначе будет потеря потерь ух не поехал каталов где-то ну желтый камер можно было довести до красного 1 1 гатла потом третьим добить не стал почему-то сайт ты где и развивать проехал тогда там и чинуки уходим быстро быстро убираются чинуки все правильно другого варианта просто быть не может потеря чинука в такой ситуации означает очень большую грудь потому что все деньги вложены в центр стратегический центр может быть даже ситуации когда денег на восстановление нет придет что-нибудь продавать вообще самая печальная ситуация паладин чинул джейс хоть камер получилось сохранить но смотрите хоть чуть-чуть открытал рейдж с бомбардировкой одно из преимуществ похождения фаст стратегического центра за аэро то что это один из американских генералов из американских раз которая дается одна из самых сильных бомбардировок сразу после стратегического центра такая халява серьезно но вы знаете по моему подрыв завода особо тут для рейджа пока ситуацию не исправляет 3 3 сопли работает у сайза китайских сейчас достаточно добавить 2 3 2 завод помприте и и все начнет до их просто очень сильно там батарея пойдут в перемешку с гатлами прорвался вы же да да ему сейчас наверно все правильно делает рейдж как он тоже немного молодец понимает что его будущее это мертвые траки тайские подрыв экономики что делает царь он просто завод ставит прямо под базой рейджа это конечно очень нагло и с другой стороны также увидели мы эту звездную игру в решающем матч пойнте у нас в счете 33 полуфинале мировой серии феврале как руиз играл танком против америке кару точно также он на широкую ногу играл как только появлял появилась экономическое преимущество накопление сразу пошли заводы слева справа в таком же духе мы видели игру и поджиг проезжает барак сопла сейчас сгорит вот это да да вот так вот просто взамен отдача своей сопла я на главной базе завода он просто решил сжить конечно потеря здания юс и она гораздо болезней тема потому что китай живет по всей карте не музыка сними дозе что все это отстроить а вот речь-то ничего не добывает это наверно главный отмече в данном размене баз ну всюду дадут как бы ну можно конечно поконтролить этим хамером но толк то наверно небольшой потому что три сопла копает сейчас два конечно у сайза там на главный он не восстановил не потому что это эффективно снова не эффективно восстанавливать сразу просто потому что дойдет за далеко уже карты рейдж сдается наверно 30 вот это да один из сильнейших игроков мира по генералам не может создать интригу в матче сайзом на что же такое как нам жить дальше нам зрителям кто знает скажите напоминаю что полфинале мы все надеялись на этого турнира нашего руиза но он также не смог внести интригу в матч 404 проиграл он матч и сейчас мы видим 0 3 проигрывает рейдж туда пусть какой-то язык повернется после этого еще раз называть руиза игроком не самого высокого уровня и сложно оппонировать тот аргумент что ну вот пожалуйста сильнейший игрок мира это точно также отдается сайзу там 0 3 сейчас может быть 0 4 отдастся и в чем разница спрашивать туда не абсолютно ни о чем говорит тройка ш 0 4 руиза таких условиях я так вижу ситуацию стелс против димали шина в матч пойнте для сайза бы не смотреть мы хотелось бы нам видеть бы большим матчем но но ведь проявление что сайт хорош во всех отношениях так насчет по нам поставить 3-0 так ну что давайте с вами вникать войну была на гола напоминаю что кто-то к нам присоединил с вами сергей дфс мы с вами смотрим финал достаточно продолжительного турнира от six in клана мультигейминговой команды из германии и финале мы смотрим сайс дания против рейдж нидерланды два сильнейших игрока сайс скидулей двухкратного чемпиона мира двух последних лет играет рейдж в качестве заместителя самого сильнейшего игрока одного на заместителей но это не при этом не дает рейджу рейджу возможности внести интригу ты 0-3 проигрывает на матче в было семьде четырех побед ну что подрыв давайте наверняка давайте наверняка нужно да вот он увидим будем подрыв все правильно не подрывать весьма прометчиво ой техничка сайза проехала и взорвалась об одного под одного продавленника рейджа ну что рейдж тебе дают шанс все в твоих руках основа просто в обратно приехать что-то взорвать качественно что это будет supply вот на набор все-таки так подойти а где и тут не было подрывников что-то я запутался куда техничка с подрывниками было четыре штуки неужели не повез благо надо сказать что какие-то идут mind wars и сайс конечно же потерял свою техничку видев вражескую сразу заказал морку у завода гринок вода для перехвата наверно раньше части а вот видите что я вам сказал перехват идет полном масштабе рейдж сущей за слово плейл как-то серьезно какой-то не был такой серьезный ход мысли в плане что я сразу меня сайт ждет поэтому я сделаю что не поеду но я поеду чуть позже он приехал чуть позже не по таймингу но все-таки приехал ну сайс как бы не отвлекся видите как видите поймал не дал вернее взорвать свой завод решился он только насыплайн честно установить принципе перебой в деньгах не такой уж и большой гораздо печальнее обходится потерей рабов чем сопла и на самом деле достаточно быстро строится сразу купать на рабочие стоит соизмеримы полный пакет 5 по 200 это чем тысяча купить а сапплайн хотя сапплайн до взорванный это между него так и подрывники нет все-таки уверен что там потери жабов гораздо более ущерб наносит чем потери сапплая взорвался он сквад вроде стрелял стрелять с минкой но а наверно может быть вручную подорвал я подавал я сайс из них это был рейдж в этих полях можно ориентироваться где кто сейчас сайс тремя квадами что ой не отменил лорку до достроилась но кто будет власть будет о тут серьезно парни нацелены вылезти разменялись парни вот так мне показалось что раньше было два раза больше новых так неудачно вылез мне мне кажется не стоило сюда вырезать так он не очень хорошо что реализовался преимущество так все он обращает внимание что царство уже вышку свою захватил на рынке только вот сейчас захватывает на поехал трактор различать центр вода буду смешать это делать очень не нравится дискомфортно к центре них поцелу не сидят дальше раз извиняюсь за как отмечают в чате за фризы дело в том что мы смотрим перри стрим от к сезона который является официальным стримером других 3 обсержав игру не взяли как сезона самого почетного мембора на коменте генеральского и судя по отзывам стрим тормозит у всех таким образом соответственно показываем уже стрим сезона который сам по себе фризит так что наверное лучше качество этого матча мы не увидим армии да я тоже таки все под фризит ладно будем наслаждаться самой с возможностью заглянуть в мир про генералов высокого уровня рейд взрывает вышку сайзом отмечает сезон что очень опасно морка прямо стоит в тылу так дело даже не в тылу а сопла и очень близко достаточно вылезть и убить соблазь залезть им обратно зеркнорка окупит себя очень очень сильно если не станет решающей в этой игре сделать уже самого ответ рейдж не сможет не пройти без толкновение существенно к такому же сапплай сайзом сайте не реализовался возможность не знаю почему он стал то ли понял что его мало то ли что жили на все он не показал и я боюсь как бы уже сайт не отдал мы увидели на полный битый саплай как бы он не пытался в ногу его убить и не потерял на этом нет не потерял сколько есть мне кажется очень печально отъехал в той ситуации сайс когда пытался саблай потому что очень мало на самом деле он сейчас вторую роль играет в поединке пытается атаковать отменка на рейдж пытается куда сам поехать чтобы не не драться с ним в прямом утолкновении ну сайса очевидно почему пассивен его все устраивает в центре почувствует что у него все отлично он до кого не нужно частью отлично потому что он не стоит и сопла я не обратил внимание что нужно работает не хотелось бы 4 занятие и 4 на 2 сопла это будет очень классно опять же он не стал сорваться есть складами хотя мне кажется тут уже соизмеримое количество было и чем боится что они сильно прокачаны но и джо для отменился play сайзу интересно будет право заказывать он окей серьезно разрешение играет сезон показывает 1080 игра у него запущена джо для отменился может эта часть является причиной фризов даже не интернет его канал переборщил наверно за гонкой за разрешением сколько я сам не пробовал запускать меняем 1080 мне не получалось да нам показывают уже есть black market у сайта строится соблай 3 восстанавливается в центре к чему бы это неужели мы не увидим пятого матча жили наверно мекает сезон раньше надо сбить на деньги ставит уже прямо у края карт саплайн что-то покопать в центре толпа у нас есть отлично бредов пока на коллаж коллаж уже то и то отлично конечно не складами им воевать но штурмовать очень эффективно толпой четвертый саплайн у нас поставил сайс там где уже убивали все таки сайс играет более надежными вещами и кличке саплайн я очень уважаю такой стиль макро макро стиль можно сказать саплайн саплайн закончился у рейджа вот так вот командный центр заказывает рейдж на рулению есть повышение если так то речь сейчас овладеет и но и самым сильным генеральского повышения в игре брос да есть обурает уже на суицид во дворце дорогой сейчас как только достроится командный центр получит возможность бросить ребэл амбуш вообще просто можно будет раз там сколько в две с половиной минуты потребовать достаточно большую область это значит что в миг минусомать армию которая скуплена в каком-то маленьком радиусе даже вот забрать эти пять баги с ярмином мух это будет серьезное преимущество давай рейдж мух тебя верим в кучу какой стоят баги то ой 6 бак то сейчас бы сейчас побахнут было бы отлично не достроен этот командник чувствую на чего рейд бы вообще не раздумывая на 6 багов поменял бы это повышение дима спрашивает про машинку подъемнику на карте знаешь на турнаменте сердце по моему подъемника нету я ну или я не знаю такой тонкости а других я знаю есть на вот то что я вам говорил сколько у нас там баги ну вот вы знаете там там был момент козырни здесь у нас только 4 баги полегло этого повышения там их было прям 6 в кучке стояло спрашивают нас в чате сказали реплейли это нет это прямая трансляция прямо сейчас мы с вами смотрим в режиме реального времени в финал 6м кубка в котором играют два сильнейших игрока мира сайт в ранге кратного чемпиона мира рейдж сильнейшего игрока просто выиграл ух у нас получается сайт заминусовал в дуэли кило рейджа вот видите каких таких вот небольших банальных мелочей складывается наверное скилл более высокого уровня да обратил внимание на то что сразу бросил gps scrambler на свои баги сайт то есть они сейчас будут невидимые постоянно и только при пуске ракет будут выходить из инвиза да это рестрим один официальный стример к сезон самый уважаемый мембер мирового комьюнити в плане там визжук ведя шаги прочего дела автор кстати гентула самая полезная тулы для генералов комментирует на английском это это такой у него акцент мы уже тут гадали немецкий он китайский или арабский да еще есть что арабский сайт напоминаю что мы смотрим было семь четырех побед это мальчик матчпоинт для сайза при счете 3-0 как видите он уже тут очень показывает ощутимое преимущество несмотря на то что рейдж до билдера был амбуша до подрыва его забрал даже 4 баги но ты вообще никак не увозит в данный момент чувствуем и не увидим 5 интриги как в полуфинале захватывает трубы завод и наглую невидимый сайза так димас что у левого центрального сопла стоит машинка но может быть надо посмотреть димас честно я даже не знаю с таким образом но мне кажется ее бы использовали бы наверно по-любому всего она там была надо потестить я не знаю специалист я уже за китай играю в основном снова захватывает завод сайз не действует на нервы понимает что никто не даст захватить но о еще и black market он официально просто не издевается заставляет продать black market да сайз зелен сайз решает не тянуть кота за яйца и все идет 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 о смысле я заминировал баги невидимые баги интересные переплетения технологий все тупо просто сайт реализуется экономическое преимущество клады просто да дворец сильно всекают по кладам но какой от этого толп кладов слишком много да просто ценой 1 всего лишь дом клада такая пачка кладов заименцировал дворец и мы с вами посмотрим по ходу дела завершение этого матча зачем такой дурацкий курсор джеру дурацкий курсор это такая фишка вы просто привыкли к другим стримхостерам есть такой как вы помните livestream.com он вообще был самый первый тогда еще не существовало вообще в принципе ни джастина ни овнеда ни гейми ничего существовал только livestream и Ustream такая фишка показывать курсор в игре мышки фирменной технологии перекалитесь очень интересно не знаю можно ли его отключить но просто как факт играет с ним на самом деле из благих намерений чтобы в играх с высокими контрастами можно было видеть перемещение курсора и gg создается рейдж и вы знаете у нас 0-4 победа сайза двукратного чемпиона мира который взял феврале мировую серию 2012 и на следующем крупном турнире после мировой серии показывает всем что ну товарищи наверное не зря чемпион мира пока нет посылок для того чтобы выиграть кому-то другому так что у нас не было 7 что ли сейчас секундочку может быть у нас накладочка уточним уточним так 4-0 у нас идет в сайт давайте сходим в темку быстренько читнем так до 5 победила чтобы было 9 так задаем вопрос в чате к сезонам нам никто не отвечает там смотрит сайт реплей говорит сезон затекла нога как жалуется сайт сидел на ней пока играл да неужели у нас было 9 так неужели нам надо сбегать да темы темы давайте попробуем сбегать раз это пошло да у нас может быть здесь есть нет нам сезон не написал условия поединка не написал как же он так то а сейчас мы посмотрим с вами так здесь у нас тоже не написано а где же нам можно посчитать такое интересное интересное условие это окей ну не знаю прямо что ли там вот надо что ли спрашивать персонально так что нам пишут у нас в чатике а да все правильно подмечается немец да сезон немец у него такой вот акцент но наверное я так подозреваю отлично владеет английским потому что ведь он по-моему без проблем комментирует все смотрят англоязычный комментарий у него идет показывает нам сетку как и все это было видите рейдж выиграл король швейцари в полуфинале асайд с нашего руиза из Армении тоже в полуфинале с счетом также 40 так и гугл пишет предположение что про 54 да косвенно мы делаем вывод о том что это было 9 киборг дженерал в немецкой версии переводится интересная какая раса киборг дженерал киборг дженерал инфантри представляете киборг дженерал это да стелс против инфантри сайза упадает инфантри по моему рейджу вообще просто как бы не знаю хотел сказать непруха но вот вы знаете играли бы два равных игрока я бы сказал что в галах стелсов все карты на руках в принципе я считаю стелсов гораздо менее инфантри в условиях когда в матче мы смотрим сайза ни с чем он в руках инфантри не внушает уверенность увидим победу рейджер мы старше проиграем мы после чамба посмотрим 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 так у нас есть первая таксишка кто-то обратно поехал в другую сторону едет едет таксишка у нас куда же она поедет наверное конечно же либо дозер либо траки вон наш дозер ждет нас в пост же можно было да пост тоже выгодно в принципе хотя нет дозер все равно выгонит пост стоит тысячу дозер тоже тысячу у нас стреляли ракетчиков которые не успели по домикам разбежаться игра такая знаете по команде надо в домике всем сесть они не успели домики все заняты уже так дозер один забрали сейчас будет очень сильно беречь второго дозера потому что без него техничка сейчас будет наверное на месте рейджа бы я позанимался бы целенаправленным дозер хантингом вот второй дозер и это минус второй дозер рейдж все в твоих руках ты должен затащить сделал даже минки сайт по этому поводу а вот дозер не успел заехать за минки сейчас будет подрыв если взорвется завод это будет наверное уже gg с большой вероятностью да все минус завода ну неужели неужели мы увидим еще один матч и хотя бы раскрасим этот этот сухой матч да еще одно замечание про фризе в чате напоминаю что мы смотрим или стринг сезона единственного официального стрима матч финальный сексен кубка и по отзывам многих фризу одинаковые у всех то есть такой вот у нас официальный фриз единственного официального стрима до добивая здесь уже рейдж сайза потому что нет завода нет дозеров просто тупо нечего производить умудряются конечно здесь что стрелять прямо в завод ну что еще убьет его что ли но это не суть как же потому что завод можно построить в другом месте можно конечно спросить в официальном чате как у буржуинов дела с этими фризами обстоят так поставим не поставляю счет сразу у нас 4 1 в пользу сайза сайза сейчас все матчи будет матч поинт так 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 как как же это спросить то нет как это сайз 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 сайз